Савченко И я бы рекомендовал всем военным училищам и вообще всем разумным людям много раз смотреть ее поведение во время судов Действительно ведь, если ребята такие имперские, такие все преданные русской идее Ну что там, блин, в Украине что ли мало свекольных и картофельных полей, должной гектарности Вот пусть выходят в чистое поле, пусть не прячутся за торговцев семечками из библиотекарш Пусть не ховаются по подворотням и по жилым районам Пусть выходят в чистое поле и там разобьют украинскую несчастную и ничтожную армию Но они, к сожалению, повторяют самую паскудную, самую позорную тактику Они прячутся за людей Они прячутся за детскими садиками, поликлиниками, остановками, тетками-савозьками И это действительно так Чеченцы, с моей точки зрения, конечно, великие воины, абсолютно Это единственная, может быть, боеспособная единица во всей Российской Федерации Но у Наунсо дрались не хуже чеченцы, а даже еще и злее Чеченцы, они благородничали, у них как бы вот это есть горское рыцарство в крови Они действительно не добьют раненого, они у Наунсо другие А великие благородные воины чеченцы выходили в чистое поле? Не прятались за детскими садиками, за торговцами-крыжовником, за поварихами? Мне кажется, взрослому человеку в России достаточно напомнить про Буденовск, хотя бы Чтобы он мог оценить степень благородства чеченцев Брать в заложники беременных женщин, а потом во время штурма выставлять их в окна Прикрываясь за ними, это так благородно Этим могут заниматься только настоящие воины, безусловно Как раз мы понимаем, что нам не справиться с Кавказом Тоже, кстати говоря, было крайне неприятным открытием, когда выяснилось, что против всей гигантской машины российской армии Против всех этих лампосоносцев, фурошконосцев, бесконечных штабов, бесконечных телефонных переговоров, джипов, полковников Воюют три тысячи, три тысячи гинекологов, айтишников, инженеров, бухгалтеров И они эту армию крутят на чем хотят В Чечне было полно профессиональных наемников У одного только Хаттаба, это такой всемирно известный гинеколог Своих арабских привезенных бойцов было около двухсот А вообще гинекологи ехали отовсюду Из Турции, с Украины, с Прибалтики, из Афганистана, Косово Всего из 52 государств Деньги этим гинекологам текли рекой Жертвовали, конечно же, всемирные ассоциации гинекологов А тем временем нашу армию, как и всю страну Изнутри грабили хозяева Глебыча У которых он, по его собственным словам, сидел на золотой цепи Мы все сидели в той или иной степени на золотых цепях у разных олигархов Нами хвастались, нас перекупали Мы старались свалить, унеся с собой по возможности золотую цепь Тебя любил Березов? Да, совершенно верно Когда мы решили снимать чистилище Я ездил по танкоремонтным заводам С тем, чтобы подобрать хорошую фактуру для фильма И как раз мы на одном из танкоремонтных заводов Нашли несколько таких танков Они были прямиком из Чечни Рабочие под моим руководством Начали отдирать задрайки, отдирать люки И в этих танках были люди В этих танках были сгоревшие мертвые люди Там были трупы Которых никто никогда не учитывал Которых никто никогда не вспомнит Неужели танкоремонтные заводы Принимают танки из зоны боевых действий Как кота в мешке? А если внутри остались боеприпасы? А если там внутри какой-то сюрприз от противника? И правда ли, что открывают такие танки обычные рабочие? Саперов не привлекают? Только журналистов? Какое легкомыслие Я видел два танка В одном были сгоревшие, в другом не сгоревшие Интересно, а почему Невзоров вот тогда не сделал об этом репортаж А выдавил из себя историю только через 20 лет? Шикарный ведь для него материал, он же такое любит Но подозреваю, что таких танков немало сегодня приходит Из Донбасса по танкоремонтным заводам Если поискать, то подбитый танк, если он с трупами Положено каким-то образом маркировать Ну вы представьте себе, дорогие мои Что значит отмаркировать еще местами горячий, ржавый, грязный, брошенный, где-то полузакопанный в землю танк Как отмаркировать? Невозможно Тут я не понял, если танк еще горячий, то почему он ржавый? Да и что за проблема отмаркировать танк? А люк вы никогда не отдраетесь снаружи, если у вас нет специального инструментария А между тем в чистилище у Невзорова гинекологи довольно лихо открывали танк В связи с этой историей на меня вышли ребята с Воронежского автопредприятия Есть такой 172 авторемонтный завод, на который недавно приехало 4 Т-90 и 2 Т-72 из Донбасса И вот в этих танках они тоже по их утверждению обнаружили останки и механика, и наводчика Страшилку про трупы в танках сочинили украинские СМИ А господин Невзоров незадолго до этого вспомнил об аналогичном случае в 90-х годах Надо же, как совпало Как говорится, на этой фотографии видны не только уши фотографа, но и его хвост, копытца и свиное рыло Я знаю, что у меня не едите мясо Я кирпичи тоже не ем, и гайки не ем, и картонные коробки не ем, и вообще не ем ничего несъедобного Невзоров не ест мясо, потому что оно несъедобно А непрерывно курит, видимо, для того, чтобы получать необходимые организму и содержащиеся исключительно в табачном дыме полезнейшие вещества Ну, грубо говоря, вот что делает, да, эта штука Она в известной степени ингибирует моноаминоксидаз С видом уставшего человека, обреченного общаться с конченными идиотами Невзоров повсеместно использует узкоспециальную терминологию Заведомо зная, что собеседник в ней ничего не понимает А потом ему приходится снисходительно объяснять, что имелось в виду Подобный способ общения был бы простителен, если бы ему было лет 14-15 Но винтажный дядька, опускающий пыль в глаза веслоухим журналистам Согласитесь, выглядит комично Ну, я не знаю, я считаю, что это государство лучше бы вообще ни во что никогда не вмешивалось И чтобы оно, в принципе, как-нибудь тихо удалилось из нашей самой жизни Мне кажется, Невзоров, он как Никита Михалков Вот человек просто не справился с испытанием медными трубами Он настолько привык к тому, что его слушают разинув рот, что уже совершенно не отслеживает даже качество вранья, которое производит на свет Не говоря уже о каких-то умозрительных размышлениях о жизни, свободе, человеке или государстве У Путина есть идеология? Я думаю, что он понимает папуасистость России И если он понимает, что ему досталось чудовищно безграмотное Настоянное на многих сотнях лет рабских рефлексов Ну, это ваша точка зрения Не такие уж мы папуасы, честно говоря Слушайте, мне так понравилась эта вся история, что Россия объявила о единении Зимбабве О том, что теперь вместе с Зимбабвом мы будем бороться с санкциями Главное, чтобы нашу делегацию там все-таки не съели бы до конца переговоров А то такая блестящая история закончится, так и не начавшись Вообще, меня этот факт порадовал, потому что по-настоящему великие державы должны дружить В Зимбабве находится второе по величине в мире месторождение Платины Называется Дарвендейл Россия вместе с Зимбабвой это месторождение разрабатывает Если кто не знает, платина – это драгоценный металл, который стоит так же, как золото Иногда стоит дороже Спрос на платину в мире огромный А потому, да простят меня поклонники Невзорова Вот эти вот ироничные комментарии с детсадовскими шуточками про людоедов и хихиканьем Это комментарии идиота Или для идиотов Чувство юмора у нашего героя, кстати, тоже весьма специфическое Если не ошибаюсь, вообще сегодня, извините, день святого Сосипатра И когда кто-то из семинаристов молодых и кудрявых отсутствовал, например, и возникал вопрос, а где же он? То обычно поступал ответ, что, вы знаете, вот он молится святому Сосипатру И все все понимали Всегда национальная идея России заключалась в том, чтобы хорошо бы чьи-нибудь кишки намотать на какие-нибудь танковые гусеницы Национальная идея у нас может быть только одна Это догнать и перегнать Америку по количеству нобелевских лауреатов Вот это национальная идея Тупые американцы имеют, по-моему, 365 на 2000 год На 2000, я помню цифры хорошо, нобелевских лауреатов А мы имеем 23 И вот в качестве национальной идеи догнать и перегнать по количеству нобелевских лауреатов В качестве национальной идеи войти в НАТО и его, возможно, возглавить Вот это национальная идея Возглавить военный блок, созданный для борьбы с нами? Зачем? Для борьбы с самими собой? Что же касается нобелевской премии Хорошо, хоть он не Оскарами измеряет нашу национальную идею То есть то, что наша страна несколько десятилетий находилась в состоянии взаимной вражды со странами, вручающими эту самую нобелевскую премию Господина Невзорова не смущает вообще никак Довольно неуклюжая манипуляция Что же до такой высокой цели, как перегнать Америку по количеству нобелевских лауреатов? Мне кажется, у нас не наберется просто нужное количество подонков такого масштаба, как Солженицын, Сахаров или Горбачев Итак, подведем черту Устроив довольно масштабное атеистическое шоу, Невзоров под его прикрытием активно пропагандирует некие идеи В целом, это хорошо знакомый нам список, которому он просто добавил православие Россия немытая и отсталая, история России вранье, герои наши таковыми не являются, своего мы ничего не придумали, умеем только воровать у других, государство, в котором мы живем отвратительно и нам нужно учиться у цивилизованной Европы Сталин был хуже Гитлера, воевать мы не умели и не умеем, народ у нас бессловесное быдло, ну и как следствие всего этого, страна наша должна прекратить свое существование Даже просто по заголовкам видео на ютубе можно заметить, как много внимания Невзоров уделяет этому последнему пункту Распад России неизбежен, кнопка самоликвидации России уже нажата, Россия это обреченная страна, Россия летит в пропасть, развал России начался, Россия будет умирать долго, конец России как империи, Россия трещит по швам, Россия дошла до крайности, Россия выдохлась и сдулась и так далее и тому подобное Как страшно жить Ну а чтобы страну, которая вот-вот развалится, случайно не собрали заново, как уже не однажды бывало Детей от всякого патриотизма надо очень тщательно ограждать, спасать По сути Невзоров это самый обычный Навальный, то есть имеется благородная идея, борьба с мракобесием, читай коррупцией А под прикрытием этой идеи, что в одном, что в другом случае пропагандируются те самые либеральные догмы, цель которых вполне очевидна Создать у более или менее образованного гражданина ощущение, что он живет в самом диком и подлом государстве на свете Настолько подлом, что быть его не должно У нас нет страны, у нас нет армии, у нас нет империи, что мы пережили свою империю и пережили свое величие И оно не возрождает Усвоив и переварив эти идеи, образованное меньшинство уже самостоятельно будет транслировать их дальше Да, на менее образованное большинство, которому думать просто некогда Ну а в критический момент, обработанное таким образом большинство промолчит И кстати, обратите внимание на то, что в смерти, войне, насилии, мародерстве и предательстве Ничего плохого наш герой не видит Это все абсолютно нормально, учит он Весьма прозорливо, учитывая, что развал такой страны, как наша Может состояться только посредством длительной и жестокой гражданской войны Очевидно, Александр Глебович хотел бы видеть на месте России современную Ливию или Ирак Вы скажете, все верно, но Невзоров прав в том, что касается РПЦ Вроде бы так Да, православная церковь в России умудрилась за считанные годы растерять огромный кредит доверия, полученный ею в конце 80-х А также затащить значительную часть населения страны на территорию мракобесия и средневекового невежества Но как бы то ни было, государство выбрало церковь в качестве средства цементирующего общества Потому что государству нужна хоть какая-то идея Иначе население начинает метаться в поисках неясного А метания эти, в свою очередь, неминуемо приведут к бунтам и смути Выбор православия в качестве официальной идеологии неудачный, но он сделан и оплачен Так что прежде чем восхищаться фальшивым Д'Артаньяном, начитающим вороном Скакуне Который лихо и безостановочно мочит дремучих попов, как будто ему больше нечем заняться по жизни Подумайте, зачем он это делает? И действительно ли это похоже на хобби? Вши, свечки, лапти, квас, поклоны А кто ихи, требники, чатьминеи, псалтири, молитва, слова И для меня, что ваш главный поп, что вы заняты примерно одним и тем же делом Это понятно, что у вас свой бизнес Потому что попы, как мы успели понаблюдать, они же с какой-то такой прям грозовской страстью Тянут эти руки к этим несчастным детям, постоянно где бы этих детей не обнаружили Пьянство, блуд, похоть, обжорство, педофилия, педерастия Не надо думать, что эти качества присущи только православному духовенству Отнюдь Продолжение следует...